Ну извините, здесь такое ощущение, что взорвалась какашка. ЦСП. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь слоев. О-хо-хо-хо! Друзья, что я нашел? А здесь живет Карлсон. А вот здесь такое ощущение, что, знаете, был просто потоп. Это самый убогий лестничный марш, который я видел. Господи, боже мой! А для обслуживания... Господи! Не смогли сделать красиво. Работали качественно. По мне это стыд и срам. Видим еще одну клумбу. А здесь штыри, которые замотали, друзья, просто малярным скотчем. Эти клумбы, если их можно так назвать. И вот спросите у своей управляющей компании, как она принимала этот дом. Друзья, добрый день! Я Андрей Артемов. Мы с вами находимся в жилом комплексе «Дом на Львовской» от известного застройщика. Я всегда говорю, что перед тем, как приобретаете квартиру, всегда нужно посмотреть на те проекты, которые уже застройщик построил и сдал. И сейчас мы посмотрим внимательно на этот проект, какие здесь есть нюансы, поговорим про цены на недвижимость. И вы сможете понять, что будет с Приморским кварталом, когда его сдадут. Погнали! Мы находимся внутри двора между домом, детским садом и еще жилым домом. Но первое, на что обращаешь внимание, смотрите. Во-первых, такое ощущение, что у архитектора и проектировщика, у них от жары, наверное, что-то случилось. И они натыкали все, куда только могли. Во-первых, этот грунт мне напоминает какой-то, знаете, из-под дома копали карьер и просто привезли его сюда. Я не уделюсь, если здесь вырастет борщевик. Эти клумбы, если их можно так назвать. Обратите внимание, что это просто обычная арматура, десяточка. Гидроизоляция, которая осталась видна с крыши. Засыпали сюда землю торф, посадили деревья и вбили полусгнившие палки. Красавцы! Но на этом не заканчивается. А здесь должна быть трава. Сейчас тепло. Никто не посадил траву, не видно никаких семян от этой травы. Здесь просто видно, что все... Только маленькие-маленькие кусты. Также здесь отмечу, что управляющая компания, видно, сейчас это все поливает, этот торф зачем-то, наверное, чтобы лучше сорняк рос. И от полива грязь падает на фасад, а потом люди будут платить за помывку фасадов, как в детском саду, так, соответственно, и жилых зданий. Но на этом нюансы не заканчиваются. Идем смотреть дальше. Детская площадка. Ну, такая интересная конструкция. Ну, обычный навес. То есть, вроде все неплохо. Где скамейки, где урны? Видим большое количество набивного покрытия. Обратите внимание, что здесь могли сделать, как это делают, современное травмобезопасное покрытие, резиновое. Но видно, что замотана лентой. По идее, сюда, наверное, заходить нельзя с детьми, раз что-то такое есть. Одна качель, более тысячи квартир. И, конечно, дети, наверное, могут передраться за эту качельку. Для маленьких деток вот такая горка. Вот как раз, видите, по ней спускаться нельзя. Но как здесь можно спустить своего любимого ребенка, когда он попой попадет прямо на этот кусок гравия и будет орать? Ну-ка, это что такое? О, а здесь штыри, которые замотали, друзья, просто малярным скотчем. Аналогичные клумбы с деревьями. Обратите внимание, ну, это просто... Я вот первый раз такое вижу, это реально какая-то жесть. Ну, из дворовой территории здесь все. Остальной большую часть двора занимает детский сад. У детского сада свой зеленый забор, чтобы дети никуда не сбежали. Ну, и территории, в принципе, здесь нет. Смотрим дальше. Вот где вот эта глина, втоптанная земля, вот эта, где после дождя грязь, здесь должен быть газон. Его здесь нет. Такие же, видите, элементы. И что меня смущает, это вот я вижу набивное покрытие, это обычная дорожка. На дорожках посадили елочки. Уважаемый застройщик, вы вообще о чем думали, когда это все делали? Вот здесь видим тоже елку посадили, бордюр демонтировали. Как мне это нужно обходить? Это в каком уме нужно быть, в каком рассудке, чтобы вот такую придумать фигню? Но на этом, друзья, все не заканчивается. Идем дальше. Мы с вами находимся в дворовой территории, с правой стороны детский садик. И мы с вами идем, прогуливаемся. И видим прекрасную табличку от застройщика. Делаем наш двор лучше. Если вы видите эту табличку, значит здесь проводятся работы по зеленению и благоустройству. То есть здесь они еще что-то хотят насадить, вот прямо вот здесь. Вот мне это странно. А вот эти какие-то цветы или что это такое? Это просто, знаете, как вот осталось что-то такое. Давайте посадим. Ну давайте посадим. Это карта двора. Но вот здесь видны дорожки. Но вот не видно, чтобы на дорожках были клумбы. Я вот этого, честно говоря, не вижу. По мне очень как-то странно, что это сделано. Если идти дальше, по этой дорожке, по ней, правда, не очень удобно идти. Мы видим еще одну клумбу, еще одну клумбу, еще одну клумбу. Вот так сдали дом в ноябре прошлого года. Прошел почти год. И вот такое озеленение от застройщика. По мне это стыд и срам. А ваш ребенок, когда катается на этой качельке, говорит, папа, я хочу в детский садик. Посмотри, какие там прекрасные горки, машинки и как там всего много. Почему ты купил квартиру в доме, где для детей просто ничего нет? А папа говорит, спасибо, мегалит. А дом только сдали. Но обратите внимание, уже пошла ржавчина. Также, если обратить внимание на фасад, то здесь видно, что специалисты работали качественно. Не могли клеймеры нормально зажать. Обратите внимание на расстояние здесь. На расстояние здесь. Какое здесь, какое сверху. Все криво и косо. Они даже первый этаж не смогли сделать красиво. А вот входная группа. Это вход у нас на лестницу. Здесь у нас обычная шуба. Могли сделать что-то чуть хотя бы дороже. Ну и обратите внимание, что дома еще года нет. А здесь уже везде ржавчина. Вот как так? Это такие специальные интересные двери. Смотрите. Здесь отсутствует доводчик. Соответственно, если бы застройщик подумал и поставил бы доводчик, то вот этого бы не было. Здесь у нас мокрый фасад. Вот она, видите, сетка, штукатурка и утеплитель. Ну и, соответственно, вот этой ручкой, когда открывает дверь, она просто это все пробубивает. Все. Дальше открывается. Не знаю, как они там. Ну ладно, пусть так будет. То даже, видите, от того, что дверь ржавеет, даже ржавчиной покрылся уплотнитель. А это спортивная площадка. Видно, что здесь жители вообще не любят спорт, потому что, обратите внимание, снарядов три штуки. Больше здесь ничего нет. Но зато за забором, спасибо, что нет колючей проволоки, находится детский сад. И тоже с озеленением, как вы видите, друзья, с травой большие проблемы. Здесь даже с кустами проблемы. Они полудохлые, полувысохшие. Входная группа в уровень землей. Можно зайти и пройти. Система допуска современная. Вызов, наверное, консьержа. Номер подъезда. Этажность. Заходим, здесь все в ОСБ. Один из... Ну и плюс то, что ОСБ зашили, это здорово, что строители, когда... Так как здесь все квартиры и застройщик передают черновой отделке, что все это не убили. Но это сделала управляющая компания за счет жильцов. Здесь у нас нормальная дверь, стекло. И здесь колясочная, ключи, соответственно, у жильцов. Консьержная. Здесь никого нет. Информация от управляющей компании. Ну, тут, в принципе, нормальное стекло. То есть, у меня вопросов никаких здесь не возникает. Колонны все закрыли, молодцы, чтобы не убили. Название комплекса, дом на Львовской. И вот здесь, знаете, вот он какой-то такой, очень большое количество помещений. Почтовые ящики. Туда выход из сквозной. Это тоже, кстати, плюс. Здесь есть, не знаю, для жителей или для кого это рассчитывали. Душевая. Санузел есть. Здесь какая-то есть комната. И есть лифтовой, соответственно, холл. Здесь у нас два лифта. Один пассажирский, грузопассажирский. С плюсов, что у нас есть указатель, на каком этаже находится лифт, это хорошо. Цифра 1 такая красивая. Камера есть. На потолке у нас грильята. Если бы она была бы темного цвета, смотрелось бы лучше. Но смонтирована она, знаете, такая тяп-ляп, местами криво. Вот здесь то ли это делали, то ли это от застройщика так осталось. Ну и вот такие моменты, да, что окрашивали, до конца не окрасили. Здесь уже строители сами убили и подкрасили. Ну вот такие есть моменты, да. Цифра. Ну-ка. Ух ты. Слушайте, она такая прикольная. Из металла, из державейки. Дорого, богато. И вот мне непонятен вот этот угол. То ли это, чтобы трещины не было. Но смотрится, ну, знаете, такой кустарным. Кустарный как-то смысл. Такое ощущение, что он не застройщик. А, знаете, уже потом прилепили. Ну и здесь, конечно, кабель-канал. Это что-то. Что еще у нас здесь? Ну, все здесь. О, моя любимая тема. Как считаете, друзья, есть ли здесь рукава для пожаротушения? Опа, нету. А здесь и здесь ничего нет. Ну, правильно. Наверное, украли. Почтовые ящики. Они длинные. То есть они длиннее. Стандартные где-то, наверное, вот так. Большой ящик. Нержавейка. Цифры. Это гравировка такая. Слушайте, классно. Смотрится дорого. Открывается, кстати, вот вижу наверх. Ну и вот, соответственно, вот этот душ. График уборки есть. 29-е. Сегодня уже убирали. Туалет. И второй выход. Это тоже плюс, когда у вас есть проходной подъезд. Подъезд, когда можно зайти в одном месте, а выйти, соответственно, в другом. Вызываем лифт и едем на последний этаж. Грузопассажирский лифт из плюсов. Он расположен вот так. То есть сюда очень комфортно затаскивать крупногабаритные предметы. Опа. А датчик, друзья, то не работает. Во-первых, здесь сэкономлено. Вот он видно. Один датчик. Вот всего лишь. На этой высоте. Если у вас идет собака ниже или попугайчик, то его обязательно прищемит. Но смотрите, вот не работает датчик. Нужно жильцам обратиться в управляющую компанию для того, чтобы это, соответственно, сделали. Пассажирский лифт. Ну и здесь, конечно, видите, что просто зашили УСБ, чтобы лифт не убили строители и жильцы. Ну и, соответственно, выглядит это все как обычный строительный вагончик. Ну и еще из нюансов, это положено по пожарной безопасности. Здесь переговорное устройство для сотрудников МЧС. Короб могли бы вмонтировать стену, сделать его таким же цветом. Ну или хотя бы так оставить, но сделать заподлицо, а не чтобы вот торчала вот эта дурацкая коробка. Ну что, вызываем снова лифт и едем на последний этаж. В общем, дверь открывается еле-еле. Мешает пленка. Выходим. 16 этаж. Блин, просто смешно. По трафарету нанесли. Могли бы сделать тоже красивые трехмерные буквы, но этого не удалось. Ну вот смотрите, знаете, такое ощущение, что я не в монолитном доме с винфасадом, а что я в обычной панельке. Очень так все просто сделано. Но зато сразу отмечу, что нормальные звонки современные, но они на высоком уровне. Если у вас есть маленькие дети, они вам будут долбить в дверь для того, чтобы вы им открыли. Название комплекса, номер квартиры, вопросов нет. И вот здесь даже штукатурка смотрится так достаточно приятно. Ну-ка, что у нас здесь? О, а вот здесь обратите внимание, если на первом этаже нет. Как-то странно. Ну вот такие места, это видно, что для обслуживания. Господи. Вы видели, друзья, офигеть делать застройщик. То есть они вообще это не закрепили. О, да. Все, не падает только главное. Здесь мы видим тоже какое-то на последнем этаже оборудование. Здесь, обратите внимание, какие-то идут коммуникации. Ну, что-то как-то не очень. Все это, конечно, впечатляет. При этом сам коридор смотрится достаточно неплохо. Есть указатели. Есть нумерация квартир, звонки, двери. Вот обшивка смотрится очень красиво. Двери широкие. Ну, классическая китайская ручка на всех дверях. Два замка, глазок. То есть, в принципе, все, что нужно. А единственное, ну, это... Я здесь не вижу табло, где было бы написано, что квартира там 400, там такая-то здесь, там 500, какая-то здесь. Здесь у нас, видите, вот видите, что-то там делали, делали, все оставили. Здесь у нас, соответственно, еще вторая, скажем, часть этого коридора, где расположены квартиры. Ну, в принципе, все чисто, красиво. Мне нравится плитка, там цвет стен даже такой приемлемый, красивый. И нормальные стоят двери. Давайте выйдем и посмотрим, что у нас с лестничными маршами и переходными балконами. Мы с вами находимся на переходном балконе. Друзья, переходной балкон открытого типа. Здесь нет никакой кирпичной или бетонной стенки. Здесь обычное ограждение. Я всегда говорю о том и рекомендую перед тем, как выйти. Чтобы было безопасно, нужно взять руку из-за ограждения и потрясти. Слушаем внимательно. Оно трясется и издает специфический звук. Ну, я бы на него точно не облокачивался, потому что непонятно, свалишься вниз или нет. Уже темно. Вот, обратите внимание, вроде это двор, да, но это территория детского садика. И если вот с высоты внимательно посмотреть, вот видите, где клумбы. У них там нарисовано, что вот таким зигзагом должно было бы сделать вот этот променад дворовой. Но они почему-то сделали прямо и насажали там клумбы. Как сдавали, соответствует это проекту или нет. Это, друзья, под вопросом. Ну, зато вот здесь местами красивый вид. И еще здесь есть нюанс. У людей на втором этаже, обратите внимание, у них есть свои террасы. Ну, терраса, конечно, это здорово, но минус первый – это весь мусор, окурки падают к тебе на террасу. Это раз. Второе – от соседей ограждение. Это, знаете, вот просто какой-то там беленький заборчик, через который все видно. Ну, как-то так себе. И ты, в принципе, когда там находишься, ты решил позагорать или еще что-то, весь дом, весь двор тебя прекрасно лицезреет. Ну, и в новом доме видеть, конечно, ржавые элементы этой конструкции, конечно, по мне, не очень. Значит, ну, вот здесь, конечно, ну, вот я даже про стяжку буду молчать. Обратите внимание, что здесь сделали с ней. Это какой-то трындец. С бетоном здесь аналогично. Такое ощущение, что голуби его выклевали, были такие достаточно голодные. Здесь мы видим пену, которую не убрали. Соответственно, если эта пена, влага все равно, там, при косом дожде туда будет попадать, а пена от этого разрушается. Пену положено вообще закрывать. Антивандальное стекло. Большие проемы световые – это тоже плюс. 16-й этаж. Здесь 16-й этаж есть показатель. Здесь у нас окно не открывается. Вот интересно, как они решили сделать вентиляцию. А вот здесь, обратите внимание, есть доводчик. Вот не знаю только это от застройщика, либо нет. Ну и ограждающая конструкция. Ну, вроде ничего так держится, смотрится нормально, но сверху вот этот криво обрезанный линолеум, конечно, оставляет желать лучшего. Гипсокартон, штукатурка. Поднимемся выше. И вот сразу, смотрите, да. Вот эти, вот этот лестничный марш застройщик выливал сам, а вот это они купили на заводе. Вот поэтому я всегда говорю, что я за панельно-монолитные дома, потому что в заводских условиях сделать ровно и красиво, а здесь даже бетон не смогли нормально вылить. Вы только обратите внимание на это качество. Это какой-то трындец. И вот из этого строят дома. Спасибо, хоть закрыто. Пыль, грязь, ничего не убрали. Разбитые плафоны. А, друзья, чуть было не забыл показать мои любимые штуки. Вот оно забрало. Прошлись с герметиком, но обратите внимание, он, во-первых, отстал от стенки и сделано, конечно, очень качественно. Обратите внимание вот на эти места. Еще вот на этот пучок, что-то я сразу упустил. Это вот, видите, плохо себя вел в этом году и тебе отлучили от интернета. То есть вот провода какие-то, огрызки под напряжением. Это не что это вообще такое. Почему вот такой пучок проводов? По мне как-то не очень. Ну и, конечно, свободный доступ щиткам. Это, конечно, что-то. Здесь, видите, закрыли, а здесь кто-то лазил и забыл закрыть. Ну, про плитку тоже молчу. Вот такой у нас видно высокий уровень обслуживания этого дома от управляющей компании. Спустился в паркинг. Ну, здесь небольшое помещение, небольшой лифтовой холл. Я вот смотрю, здесь дверь. Вот этот желтый кружок клеют на стекло для того, чтобы вы видели и не ударились головой, не дай бог. Для чего это клеить на дверь? Вот я, честно говоря, не понимаю. Если я не прав, друзья, кто в этом разбирается, вот напишите в комментарии. Здесь высоко, там есть провода, но, в принципе, ничего такого. То есть здесь намного приятнее, чем у многих застройщиков. Здесь, видно, что-то было, отвалилось. Вместе с шпаклевкой так и осталось. Смотрим сюда. Санкт-Петербург, Львовская улица, третья парадная, лифт. Вы находитесь здесь. Куда идти? Вот лифт налево, а здесь что-то такое. Ох ты, а здесь у нас, друзья, катакомбы. Ну, во-первых, теплоизоляция убита, это нужно менять, заменить кусок хотя бы. Здесь, конечно, знаете, там страшно, что, не дай бог, руку оторвет, прищемит. Здесь у нас... Сейчас только место пропадает, кошмар, конечно. Ну, хотя бы... Нет, нигде пока не видно протечек здесь. Если бы это была бы влага, то было бы видно. Вот тут какой-то выход. Ага, это у нас выход, друзья, наверх, господи боже мой. Вы обратите внимание на это убожество. Они просто не смогли сделать одинаковую высоту ступеней. Смотрите, это самый убогий лестничный марш, который я видел. Какая здесь ступень, какая здесь и здесь. А вот это для чего? Чтобы водичка сюда текла. Так, здесь я смотрю тоже, видите, они все цементиком позакрывали, но здесь хотя бы высота ступеней одинаковая. Вот здесь какая-то проблема, друзья. Ох ты, пуха-то сколько. Вот здесь такое ощущение, что была влага. Здесь аналогичная ситуация с лестничным маршем. Они кривые, косые и с разной высотой. Я, честно говоря, такое еще не видел. Тоже трубы. Могли бы их окрасить, но зачем? Ржавчина, это нормально. И здесь тоже самое. Слушайте, трэш. О, здесь уже все отвалилось. Качественно сделали. О, мы вышли. Мы вышли на улицу. Ну, идемте обратно смотреть паркинг. Вот снова спустился по лестничному маршу вниз. Вот куда идти? Вообще непонятно. Где выход? Я вот хочу пройти... Так, это выход в паркинг, к лифту. Значит, это вот сюда. Почему нет ни одного указателя? Не дай бог, какая-то ситуация вообще непонятно. Куда идти? Нет ни одного указателя, друзья. Нигде лифты, нигде еще что-то. Ну-ка, смотрите, какая тут штука-то. Даже интересно стало, что здесь. О, закрома родины. Первая протечку я здесь вижу. Вот видно, что влага, причем влага свежая. Видно, что она до этого была вот от нее развода. Непонятно только, откуда она идет. Ну вот, если обратить внимание на вот эти трубы, то видно, что здесь текло так прилично поднатекло. Но видно, что уже что-то исправили или просто перестало течь, потому что вот здесь нет влаги. Это не розетка от Теслы, друзья. Это погружной насос, который должны были запитать электричеством. Но здесь это от застройщика, я понимаю, не предусмотрено. Погружной насос – это самая низкая часть, где скапливается вода. Соответственно, когда она поднимается до определенного уровня, на погружном насосе срабатывает датчик. И погружной насос включается. Ну, если есть, конечно, электричество, вы понимаете. И в канализацию ливневка выкачивает всю эту воду. Ну, вот здесь, если она поднимется, то она однозначно пойдет наверх, потому что насос не запитан. И людям нужно обратиться к застройщику письменно, желательно, чтобы они это исправили, пока есть гарантия на дом. Пять лет на конструктив, три года на инженерные системы и два года на зеленые насаждения. А заезд и выезд в паркинг. На первый взгляд, ничего здесь такого нет, кроме вот следов от влаги. Если мы с вами пройдем немножечко в сторону, то увидим, что вот она влага пошла. Здесь уже видно ржавчина. Вот она влага. Не трогать. Видите, не трогать. Здесь может быть даже электричество, кто его знает. А вот здесь такое ощущение, что, знаете, был просто потоп. Обратите внимание. И он был здесь такой, что вот уже пошла ржавчина. То есть вот эту дверь по-нормальному нужно либо ржавчину удалить, знаете, как с машинами, потом все перекрашивать, либо ставить новую дверь. И пока есть гарантия, естественно, нужно обращаться по гарантии. Вот здесь не удивлюсь, если скоро уже плесень и мух пойдет. То есть видно, что проблема уже такая, знаете, не первый день. О, здесь даже опечатано. Да ничего себе. А здесь нет. Вот это место. Сюда уходит как раз вся грязь. В зимний период сюда попадает там снег, все это тает и уходит в самую низкую точку. Ну, в принципе, паркинг большой. Есть, конечно, нюансы по пожаротушению. Ну, к примеру, вот 33 место. Если поднять голову вверх, вот я здесь не вижу, если не дай бог что-то здесь загорится, чем это все будет тушить? Вот я вижу приток воздуха, вентиляция. А где система пожаротушения? Вот ее почему-то здесь нет. При этом датчик дыма на дым, вот он и есть, а системы пожаротушения нет. 34 место. Я вот тоже его здесь не вижу. 35 место. Здесь я вижу кран. Ага, вот. Вот видите, вот он. В 36 месте видно, что варили это позже, для того, чтобы, видно, сдать это. Но, как показала наша сегодняшняя с вами, друзья, практика, не у каждого водителя есть своя система пожаротушения. И вот здесь сразу я задаюсь вопросом, как застройщик сдал паркинг. И вы ему можете задать этот вопрос, если, конечно, у вас есть место в этом чудесном паркинге. Ну, вот здесь в углу тоже видно, видно, что было следы влаги. Сейчас руками я не чувствую, что мокро, но я понимаю, что что-то здесь не так. Соответственно, когда идет дожди, надо внимательно спускаться в паркинг, посмотреть, все ли здесь хорошо, потому что это ваш дом. И, например, мне бы не хотелось, чтобы паркинг начал протекать и начал гнить, потому что это в дальнейшем отразится не только на наших с вами карманах, но и, соответственно, на самом доме. Смотрите, смотрите. Как вам? Вот здесь, знаете, такое ощущение, что то ли какая-то тряпка вместо бетона, то ли они не смогли его уплотнить нормально, то ли здесь должна была быть закладная, и они просто вспомнили, что ее здесь не должно быть. А это, друзья, несущая колонна. Ригель так называемый. То есть ничего хорошего в этом нет. А хожу по паркингу и думаю, почему здесь неприятный запах? И я нашел, откуда этот запах. Сейчас вам покажу. Вот сюда уходит вся влага. И обратите внимание, вот она здесь, друзья, вода. То есть она стоит, никуда не движется, соответственно, погружной насос, получается, не работает и не выкачивает эту воду. Вот только непонятно, куда вот это все должно уходить. Вот я не знаю, есть ли сюда дальше какая-то перемычка. Ну-ка, здесь тоже вода. Нет, вот здесь воды нет. Давайте попробуем найти. Сейчас, чувствую, придем к нашему погружному насосу, который без электричества. Друзья, вот он погружной насос. Он уже весь в какой-то грязи. Здесь большое количество влаги. Не знаю сейчас. Да, вот видно на камеру, видно. И вот он электрический провод. То есть этот провод застройщик должен был проложить внутри, в коммуникациях, а не вот так, что он лежит. Это опасно. И вот обратите внимание, куда он идет. Он идет вот сюда, в розетку, но при этом он не работает. Вон, видите, розетка уже подпаленная. Да, вот так строят, так и делают. А, забыли, ничего страшного. Насос поставим, кинем удлинитель. Красавцы, 5 баллов. При этом хочу вам кое-что рассказать. После того, как застройщик сдал дом, он его передает управляющей компании. Управляющая компания везде ходит, все смотрит, принимает, не принимает. Застройщик дает какие-то гарантийные письма. И вот спросите у своей управляющей компании, как она принимала этот дом. Друзья, помните, я вам показывал, что не хватает скамеек? А вот они все. Обратите внимание. И вот у меня вопрос к управляющей компании, к застройщику. А что здесь делают эти скамейки? Почему они стоят на чьем-то, на чьих-то парковочных местах, а не на своих местах, в сданном доме со сданной территорией? А когда протекает минусовой этаж, делают в бетон специальные инъекции, для того, чтобы этого не было. И видно, что сделано здесь. Это свежие друзья. То есть здесь подтекает паркинг, и его исправляет. Это либо укашка, либо застройщик, ну или, скорее всего, приходит подрядчик и пытается это все устранить. Вот это на простом языке на сленге называется «времянка». То есть временное подключение электричества. Вот он, автоматы стоят такие. Будка какая-то. И вот это в сданном доме на минус первом этаже. Я все в том же нахожусь в доме, который сдали в ноябре прошлого года последний крайний литер. И вот, видите, вот куда-то пошло. То есть я не знаю, кто это сделает. Это управляющая компания, либо это еще от застройщика осталось. Вот так висит кабель. Но вот это точно небезопасно и так точно не должно быть. То есть вот кто-то... Жильцы платят, соответственно, за электричество, которое кто-то куда-то потребляет. А здесь живет Карлсон. Да. Очень интересный паркинг. Всем тем, кому негде жить, я обращаюсь сейчас именно к вам. Я знаю место, где можно бесплатно жить в тепле и немного сырости. В доме на Львовской. Сейчас вам покажу. Это прямо на выходе из паркинга. Обратите внимание, какое классное место. Сюда можно притащить матрасы, подушку и начать жить. Добро пожаловать. Спасибо, скажите застройщику. Монолит красавца. Зашел в кладовое помещение. И вот здесь видно, где был потоп. Обратите внимание. Вот он, вот он, вот эта линия пошла. Вот еще следы влаги остали. Слушайте, а здесь ну-ка, ну-ка. Здесь такой... О! Индивидуальный тепловой пункт. Обратите внимание, какая красота. О, хоть дверь закрыта. Здесь следы влаги. Здесь следы влаги. Слушайте, и вот идешь... Фу, господи, что за ванища. Ни одного указателя. Ни одного указателя, где, чего находится. Классно, да? Вот здесь еще прикольно. Короб сделан из... Даже не знаю, что за материал. Первый раз такой и вижу. Обычно он из металла идет. Фу, господи, ванища какая. Друзья, хорошо, что камера это все не передает. Посмотрите, обратите внимание вот сюда. То есть вот это видно, что стояла вода. И это свежее. Это все свежее. Вот здесь тоже была вода. Слушайте, здесь боишься куда-то зайти и просто тупо заблудиться. О, а здесь чувствую... Знаете, вот как заходишь, когда в баню или в сауну. Вот оно все влаги. И мне даже кажется, что это шумит. Да, вот что это шумит. О-хо-хо-хо, друзья, что я нашел. Здесь просто все в воде. Это обычная кладовка. Это обычная тепловая пушка, которая сушит застройщик и люка чью-то кладовку. Вот, обратите внимание. Класс. Я вот только не понимаю, откуда это все потекло. Да, приятного, конечно, друзья, мало. Смотрите, как смонтировали дверь. Блин, вот это круто. Смотрите. ЦСП. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь слоев. Посадили на болты. Установили, смонтировали дверь. И вот здесь дырка. Вот представьте задымление. Так сюда все пойдет, все помрут. Как вообще МЧС это все принимало? Как сдавали это все? Ну вот как-то очень много, знаете, вопросов к этому всему. Вот, видите, тоже следы влаги. Вот иду. О-о-о-о. Здесь тоже самое. Так, куда идет? А, это вентиляция здесь так шумно работает. А, смотрите, как камень они поставили. О, еще одно место, где можно жить, где живет Карлсон. Специально открыли двери для того, чтобы это все просыхало, друзья. Слушайте, вот знаете, сюда зайдешь, здесь реально можно заблудиться. Если не ловит мобильный телефон, тут вообще непонятно, куда идти. Нет указателей, где выход, куда выходить. Ну вот смотрите, качество от застройщика. Ну вот, честно говоря, слов просто нет. Ага. Кошмар. Очень, конечно, знаете, неприятно вот это все видеть. Такое пренебрежительное отношение к своим клиентам. Вот здесь, друзья, к примеру, трехметровая кладовка стоит 500 тысяч рублей. И за 500 тысяч рублей вы получаете затопленное помещение. О, вот такое ощущение, что вот здесь как раз и текло. Ну, тоже, да, видите, следы. Вот она протечка была. То есть, ага, вот отсюда прям сверху и текло. Вот, красота. Вот так качественно строят, сдают дома в эксплуатацию. А мы потом это все устраняем за свой счет. Ну, правильно. А зачем здесь нужны рукава для пожаротушения? Когда здесь есть мусор, стаканчики от кофе, палочки, наждачная бумага, фу, еще и невкусно пахнет. Вот, теперь еще понять бы, где выход. Слушайте, ребята, это капец. В общем, если вы экстремал и хотите получить, в общем, реально крутые, острые ощущения, напишите, скажу вам, где это помещение находится. Вот то, что я вам сейчас, друзья, показал. И там погуляете. Непередаваемые ощущения. А знаете, так необычно заходишь, а здесь смотришь офис компании. Эх, закрыто. А вот так, смотрите, все просвечивается. Вот как будет работать дымоудаление, друзья. Вот у меня, например, большой вопрос. Спасибо, что дверь не закрылась. Двадцать три часа тринадцать минут, а садовник от управляющей компании работает и поливает почти траву. Спустился в паркинг. Я молчу про воду, но извините, здесь такое ощущение, что взорвалась какашка. Вот этот стандартный в этом жилом комплексе вход и выход в подземный паркинг. Но чтобы сюда попасть, нужно приложить магнитный ключ куда-то. Но вот здесь, друзья, этого нет. Здесь просто обычный замок. И, похоже, дверь просто закрыта навсегда. А вы знаете, что делать, если вам застройщик пообещал выход к Полюсовскому парку, но его не сделал? Смотрите. Подходим к забору. Вот такую штуку открываем. И идем. Класс. И обратите внимание, какая здесь уже хорошо протоптанная тропа. Вот смотрите, обычное набивное покрытие. Бордерами выделено, как я понимаю, как я, может быть, я не так понимаю, но обычная дорожка. И я иду и упираюсь снова в клумбу. Вот как так, уважаемый застройщик, как вы так все делаете тяп-ляп? А расскажите, пожалуйста. Ну и в паркингах есть нюанс. Если вы идете с ребенком, держите его крепко за руку, для того, чтобы он просто вот сюда не провалился. По-нормальному вот эта ограждающая конструкция должна была быть. Вот здесь. Но тогда, соответственно, по нормативу не прошло бы это все, и нельзя было бы это сдать. Ну и здесь застройщик ничего лучшего не придумал, как оставить вот такие дырки. Напомню, однокомнатная квартира в этом комплексе в черновой отделке стоит от 15 миллионов 400 тысяч рублей. Обязательно напишите в комментарии, как вам этот комплекс от застройщика, который возводит также и Приморский квартал у станции метро Приморская. И, конечно, мы с вами можем ожидать, что в Приморском квартале в новых сданных домах будет, возможно, аналогичная ситуация. Поэтому обязательно едьте и всегда смотрите те объекты, которые застройщик уже сдал. Друзья, рада была вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой с друзьями. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова